Оу, Магена Тимиранда, Сия, Гьянан Джана Шалакая, Чак Шарун Милитам Яна, Тасма и Шри Гуравейна Махам. Оу, Магена Тимиранда, Сия, Гьянан, 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 Сия, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня день ухода духовного брата Шрилы Бхакти Шарамги Госвами Махараджи И мы почитаем несколько вещей, которые посвящены этой личности, чтобы иметь какое-то представление И вот в честь дня ухода Шимада Бхакти Шарамги Госвами Махараджи Представляем про новую манту, написанную для него Шрилы Бхакти Сундрам Гавинадев Госвами Махараджи Эта мантра была опубликована 11 мантра марта 1956 года в Шри Гаудио Даршине Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он подобен удару молнии по горе лицемерия Он единственный друг интеллигенции и солнца, сияющее над лотосом аристократии Я склоняюсь перед прекрасным последователем Шрилы Бхакти Сундрам Гавинадев Госвами Махараджи У него сияющее тело, длинные руки и глаза, подобные лотосом Он сокрушает гордость нечестивцев и устраняет жестокую тиранию еретиков и демонов Он подобен удару молнии по горе лицемерия Он единственный друг интеллигенции и солнца, сияющее над лотосом аристократии Шрилы Гавинадев Госвами Махараджи объяснил смысл сравнения Вайшнава с солнцем, сияющим над лотосом его социального класса В своей бенгальской статье о Шриле Бхактиной Токуре Вот выдержка из нее Шрилы Бхакти Сундрам Гавинадев Госвами отписал связь Шридаса Госвами со своей семьей следующей фразой Каяски, Кулабджа, Хаскара Солнце над лотосом класса секретарей Секретарей это каяски такая каста в Индии Солнце очень слабо связано с лотосом Лотос это мягкий цветок, рожденный из воды, а солнце это сияющий шар света, освещающий мир Свойства этих двух предметов вовсе не схожи И все-таки солнце, испуская свои лучи и становясь причиной роста и цветения лотоса, обретает слабую связь с ним Так Вайшнавы связаны со своими социальными классами Этот пример, однако, применим лишь частично В действительности социальный класс, в котором являются и Вайшнавы, в спутнике Господа, сам очищается Сейчас мы прочитаем еще Что рассказывает по поводу Бахтишаранги Госвая Махаража Бахтиракшакши Дардеф Госвая Махараж 3 июля 1982 год На Владивии Тхамынде Бахтишаранги Госвая Махараж проповедовал в Лондоне Затем Прабхупада покинул этот мир, после чего возникли разногласия среди духовных братьев Поэтому ему Госвая Махаража перестали посылать деньги Он был хорошим сборщиком пожертвований, когда находился в Индии Он был знаком со многими влиятельными людьми в обществе в качестве секретаря Гауди Миссии Однажды он увидел, будучи в Лондоне, он сам рассказывал об этом У него в кармане не было ни фартинга Ему не на что было купить себе кусок хлеба Однако он не был разочарован Раном утром он отправился в ближайший парк на утреннюю прогулку Он гулял по парку и повторял Харе Кришна Неожиданно он увидел, в этом парке было множество кустов И он увидел, что на земле что-то поблескивало Он приблизился к этому месту и обнаружил на земле маленькое Шримурти Он взял это Мурти и отнес к себе Шанха, чакра, гада, падма Подобные атрибуты Раковина Раковина, шанха, булава, гада, лотос, падма и колесо чакры Подобные атрибуты были в руках этого божества Он обратился к писаниям, к читаниям Чаретамрити К описаниям различных атрибутов в руках разных ипостасей Господа Вишну Мы знаем, что в зависимости от расположения этих атрибутов Определенная ипостась Вишну имеет определенное имя Восудева Нараяна Мухасудена Хришикеша То есть имена там основные 24 имени Господа Он обратился к писаниям, к читаниям Чаретамрити К описаниям различных атрибутов в руках разных ипостасей Господа Вишну И сумел по этим описаниям понять, о каком урте идет речь Согласно положению атрибутов в руках Господа Вишну Он понял, что это Восудева И стал поклоняться ему В тот же самый день к нему, Госвами Махараджи Обратился слуга, который подметал и убирался в его комнате Горничная принесла бумагу какую-то, квитанцию Которая оказалась в почтовом ящике Затерялась в груди писем Служенка принесла эту квитанцию и спросила Вы тот самый Госвами? Оказалось, что это был банковский чек Присланный одним индийским Махараджем Дело в том, что до того Госвами Махарадж написал несколько писем Своим влиятельным друзьям в Индии И один из них ответил и сделал банковский перевод Прислал чек У него у Госвами Махараджа не было ни копейки Конечно, он был удовлетворен и с этим чеком отправился в банк Он отправился в банк, чтобы обналичить чек Но в банке ему заявили Вы тот самый Госвами? Как мы можем узнать, кто вы? Нам необходим документ, устанавливающий вашу личность К тому времени Госвами Махарадж дал одну публичную лекцию И в газетах было напечатано фото, на котором был запечатлен он Дающий лекцию в обществе лорда Зеттланда, сидящего в кресле Неожиданно Госвами Махарадж увидел на прилавке банковского служащего номер этой газеты Он предъявил газету служащему, на что служащий ответил О, вы тот самый Госвами! Да, я вижу по фото, что это вы Так деньги были ему выданы, чек был обналичен Он оказался на чужбине, у него не было ни копейки Ему пришлось столкнуться с подобными обстоятельствами Затруднительными обстоятельствами Госвами Махарадж, основатель Гаудия Санхи Он принял Саньясу от меня Он был первым моим Саньясу-учеником Он был моим старшим духовным братом После ухода гуру Махараджи первым, кто принял Саньясу от меня, был Госвами Махарадж Вторым был Кешева Махарадж Госвами Махарадж был очень храбрым, мужественным человеком Он в одиночку мог сражаться со многими Такова была его мощь Он был очень могущественен, непобедим Однажды случился следующий эпизод Он обратился к некому человеку в Амбале Когда собирал там пожертвования для Мадха Он заявил этому человеку Вы должны что-то пожертвовать на служение У меня нет веры, отвечал этот человек Нет-нет, вы должны дать хоть что-то Никогда, отвечал человек, ни за что Я должен, настаивая Госвами, взять у вас пожертвования И только тогда я уйду отсюда Я не уйду с пустыми руками Я не уйду, пока не окажу вам блага Очень важный момент Многие люди думают Когда дают пожертвования Вайшнавам, преданным Они думают, что они приносят благо Им, то есть Помогают поддерживать храмы Помогают В каких-то материальных затруднениях Монахам, вайшнавам есть нечего На самом деле все происходит как раз наоборот Что милость получают не вайшнавы И не садху, которым мы даем пожертвования А получают те, кто дает Потому что в этот момент Господь Он забирает Все самые греховные реакции Которые человек накопил За многие жизни И если человек, он искренне делает пожертвования Искренне что-то отдает от сердца Что-то делится И не хочет ничего взамен получить Тогда он получает огромную милость И вот как раз Мы видим такую очень интересную историю Что Госвами Махараш не просто Не просто Собирал пожертвования Но еще и требовал, чтобы они дали Вы должны что-то пожертвовать на служение У меня нет веры, отвечал этот человек Нет-нет, вы должны дать хоть что-то Никогда, отвечал человек, ни за что Я должен оставил Госвами Взять у вас пожертвования И только тогда я уйду отсюда Я не уйду с пустыми руками Я не уйду, пока не окажу вам благо То есть благо Он хотел оказать ему благо Как вы можете взять у меня пожертвования Отвечал человек Это мои деньги Если я не хочу дать То как вы возьмете Нет, я должен взять Я не уйду, пока вы не дадите Я должен вам дать Сукрити Я пришел ради этого Человек, когда дает Пожертвования Он зарабатывает в Сукрити Вечное духовное благо И это Сукрити Оно теперь уже всегда будет И чем больше Живое существо совершит В этой жизни Какое-то село Тем больше оно Сукрити Накапливает И тем больше Вероятности В следующих жизнях Продолжить Преданное служение Продолжить Этот путь Господу На самом деле Наш путь Господа Он строится Исключительно На накапливание Из жизни в жизнь Сукрити Мы копим Копим В каждой жизни Это возможно Один раз произойдет Два раза произойдет Может быть Человек всю жизнь Потратит на служение Так или иначе Каждая жизнь Это возможность Возможность Заработать Сукрити Заработать Божественных заслуг Чтобы Эти божественные заслуги Перевесили Нашу материальную карму Наше Обитание В колесе самсары Тогда Человек Он может выйти Из этого колеса самсары И заняться Преданным служением Нет Я должен взять Я не уйду Пока Вы не дадите Я должен дать вам Сукрити Я пришел Ради этого Так Продолжалась Словесная Перебранка Я стоял рядом И наблюдал Он был в белых Одеждах Я тоже был В белых Одеждах Я думал Как так То что этот человек Говорит Правда Это его деньги Если он их не даст То что он сможет Сделать Госвами Но Госвами Махараш наставил Я должен взять деньги Только после этого Я уйду Но не прежде Ты пашанда Завел он этому человеку Атеист Безбожник Я должен дать тебе Сукрити Я открою тебе дверь Я должен открыть тебе дверь В таком духе Он давил на этого человека И собралась толпа Послушав речи Госвами Люди стали давить На этого человека Дай ему хоть что-то Он представляет Религиозный институт Этот институт Совершает служение Дай ему хоть что-то Дай ему что-то Этот человек Был вынужден Дать одну рупию На что Госвами Махараш заявил Мне не нужна рупия Я беру лак Сто тысяч Потому что Крайне тяжело Дать тебе Какой-либо Сукрити Кришна Вознаградит меня Потому что Я сумел сделать Что-то для тебя Поскольку Ты Наихудший Атеист Желание накопить Сукрити Не является Корыстным Интересом Конечно является Просто Это Духовный Корыстный Интерес Мы должны понять Что есть Духовная Жадность Есть Духовный Гнев И желание Накопить Сукрити Это тоже является Корыстным Интересом Но это Духовный Корыстный Интерес Потому что Все что делается Ради Того Чтобы Увеличить Нашу Связь С Божественным Планом Все это Является На самом деле Позитивным Поэтому Всеми силами Нужно Пытаться Заработать Сначала Мы зарабатываем Агьято Сукрити Неосознанное Получаем Неосознанные Духовные Заслуги Неосознанно В храм Пришли Неосознанно Обошли Неосознанно Просад Вкусили Неосознанно Пожертвовали Что-то Просто Дали кому-то Случайно Все это Постепенно Скапливает И приводит Нас К осознанному К осознанному Преданному Служению В конце концов Ну на самом деле Корысть она пропадает Когда Этого Сукрити Накапливается Достаточное Количество Человек Он понимает Просто что В принципе Делать то больше В этом мире Нечего Единственное Чем можно Здесь заниматься Это служить Господу Все остальное На самом деле Если вдуматься Настолько это все Блевотина Что даже Ну Неприятно Думать об этом Чтобы заниматься Еще чем-то Вот Но Нужно понять Чтобы прийти К такому пониманию Это нужно Ну какое-то Какие-то наши усилия В этом направлении Чтобы Мы В конце концов Эта отрешенность Она не должна быть Неестественной То есть Мы не должны Неестественно Отрешаться Это она придет Естественным образом Когда откроется Восприятие Восприятие Подлинное восприятие Себя Подлинное восприятие Этого мира Подлинное восприятие Того Чего мы здесь Сделаем Подлинное восприятие Господа Его слух Преданных Его семьи Господа То есть Это все В процессе Но Поначалу Нам хотя бы Нужно узнать О том Что все это Существует И поэтому Если у нас Есть такой Корыстный интерес То это Ну Очень хорошо Потому что Постепенно Постепенно Накопив Это сукрити Мы Обретем Высочайшее Благо Просто Это нужно Понять Корыстный Интерес Он может Материальный Корыстный Интерес Он В том Случае Если мы Хотим Что-то Поиметь Для себя Но Это Духовный Интерес Это Интерес Научиться Отдавать Поэтому Он вроде Бы Корыстный Потому что Мы хотим Испытывать Счастье Но это Наша Природа Мы По-другому Не можем Жить Просто Корысть Она в чем Проявляется Только в том Понимании Что мы Больны И мы Хотим Избавиться От болезни Вот Но Избавиться Болезни На уровне Попадания В рай Это Не получится Потому что Сукрити Оно есть Сукрити Оно имеет Полностью Трансцендентную Природу И оно Воздействует На живого Существа Чисто На трансцендентном Уровне Оно Никак Не может Иметь Какую-то Материальную Природу Харе Кришна Кришна Вознаградит Меня Потому что Я сумел Что-то для тебя Сделать Поскольку Ты наихудший Атеист Харе Кришна Гора 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 Люди Гауди Матха Пришли Не для того Чтобы Брать И просить Но чтобы Дать Мы хотим Давать людям Формально Мы что-то Берем Но в действительности Мы даем Мы пришли Для того Чтобы давать Людям И давать Самое ценное Явление Связь Божественностью Высочайшей Природы Сознанием Кришны Цель Последователя Гауди Матха Дать Связь Всем И каждому Сознанием Кришны Тем Или Иным Образом Такова Их Позиция Они Необычные Просители Попрошайки Которые Просят Пайсу Или Лак 100 тысяч Рупий А получив Деньги Удовлетворяются Нет Последователи Гауди Матха Пришли Чтобы Дать Эту Связь Энергия Тратится Напрасно Впустую Энергия Направлена На бренный Мир Вся энергия Которую Люди Здесь Тратят На всякие Пустые Вещи Это Просто Бред На самом деле В этом бренном мире Это качели Мы то вверху То внизу Реакции Взлеты Падения Но Необходима Связь С нергуны Измерением Это цикл Сагуны Необходимо Выбраться Из него И установить Связь С нергуны Измерением То есть Мы находимся Во власти Гун Материальной Природы Мир Сагуны Мы Зависим От благости Страсти Невежества И нужно Выйти Из этого Измерения Подняться Над этими Гунами Шарам Махараджи Но Мы должны Такой момент Учесть В этой истории Что Мы конечно Можем Попытаться Подражать Гаслами Махараджи Тоже так На людей Напирать Но Скорее всего Это не Всегда Будет иметь Воздействие Почему Потому что Ну Нужно понять Что Шарам Гаслами Махарадж Он был Вообще В Индии Очень Вот это Вот То Где родился В какой Семье Человек Какому Какому Какой Касте Он Предложил Очень Важно И Гаслами Махараджи Он Родился В семье Нитянанда Вамши То есть Он потомок Непосредственный Потомок Господа Нитянанды Он родился В этой семье И поэтому Его семья Она Очень Уважаемая В обществе И Естественным Образом Он Когда Проповедовал Он Имел Шакти То есть Определенные Шакти Которые Шло От его Рода И Потом Нужно Понять Что Индия Это Страна Садху И Там Все Садху Уважают И То есть Садху Могут Так Напористо Проповедовать Мы Слышали Историю Мы Слышали Историю Как Гаслами Махараджи Когда Первая Группа Собиралась В Индию Американцев Там Порядка Тридцать Или сорок Человек И Шива Пропаду Он Сам Пошел Оформлять Визы В Идию Он Пошел В Идийское Посольство В Америке Для того Чтобы Оформить Визы Для Въезда В Индию И По-моему Я не помню Подробности Но смысл В том Что Там Какая-то Была Несостыковка И Шива Пропаду Он Буквально Орал На Служащего В Индийском Консульстве В посольстве Вот Где И в конце Концов Им Дали Разрешение И в конце Когда он Вышел Он Спросил У своих Учеников Я Говорит Не слишком Его Сильно Ругал Они Говорят Так Посмотрели Говорят Да нет Прохопада Вроде нормально Но они Понимали Что Это было Так Довольно-таки Жестко На самом деле То есть Он Прям Буквально Отругал Но Прохопада Он Почувствовал Что Они Могут Тоже Начать Подражать Но Вы Так Не Делайте Потому Что Вас Скорее Все Побьют Потому Что Я Во-первых Я Старый Человек Во-вторых Я В одеждах Разговаривать Ну С какими-то Людьми Потому Что Они Знают Что Они От Этого Блага Получают Но Говорят Вы Если Будете Разговаривать Так То У вас Будет Проблема Поэтому Для того Чтобы Вести себя Определенным Образом Нужно Быть Определенной Личностью Поэтому Мы В первую Очередь Всегда Напоминаем Что Мы Должны Понять Кто Мы И Вот Это Наше Положение Кто Мы Задействовать Задействовать В преданном Служении Потому Что Нет Ничего Хуже Чем Или Занижать Свои Достоинства Или Еще Хуже Их Переоценивать Поэтому Мы Очень Должны Понимать Где Мы Находимся Кто Мы Какое Мы Служение Можем Максимальным Образом Потому Что Всегда В отношениях С Господом В отношениях С преданными Мы Должны Выбирать Правильную Дистанцию Правильную Дистанцию Господа и преданных И в то же время Иногда Ну Опасно Подходить Слишком Близко Потому Что Возможно Оскорбление По небратству Какое-то И соответственно Наше Духовное Продвижение Замедлится И то же самое Когда мы Проповедуем Мы должны Понимать Как проповедовать Это Ну Целое искусство Нужно обучаться Этому искусству Как правильно С людьми Разговаривать В соответствии С тем С кем Мы разговариваем О чем Мы разговариваем Не просто Вывалить на человека Там Какую-то Духовную информацию Что есть Кришна И Мы должны Все ему Предаться Он должен Понять Кто Человек Какой он Религии Исповедует Атеист Он не Атеист Может он Сразу Воспринять Высшие идеалы Не может Поэтому Это такое Целое искусство Мы должны Этому учиться Но Вот этот момент Который Рассказывался Затрагивался В этой истории Что Госвами Махараш Он требовал Деньги Очень важен На самом деле И Штила Прабхупада Он Тоже Вахтитан С вами Прабхупада Он тоже Говорил Что Вы не должны Просто так Раздавать книги Вы должны Обязательно Брать за них Пожертвования То есть Иногда Говорилась Речь О продаже Книг Но На самом деле Прабхупада Говорил Мы не продаем Книги Мы Когда У него спрашивают Ну как Вы не продаете Книги Вы же берете За них Деньги Прабхупада Говорил Вот Говорит Мы Даем вам Книгу А вы Даете нам Пожертвование Потому что Если мы Продаем Книги Это Некий Бизнес Получается Люди могут Воспринять Как бизнес Но если Они дают Пожертвования То Тогда Тогда Как раз Происходит Этот элемент Того Что человек Он Зарабатывает Сукрити Он потому что Добровольно Добровольно Отдает Часть своей Энергии На служение Господу На прославление Божественных Реалий Соответственно Он зарабатывает Это Сукрити И так По копеечке Понемножку Он накапливает Это Сукрити И в конце концов Его сознание Очищается Настолько Чтобы воспринимать Начать воспринимать Воспевание Святого имени Воспринимать Что такое Служение Кто такие Преданные Многие вещи Начинают Открываться Именно В силу Того Что человек Постепенно Накапливает Сукрити А что просить У Деда Мороза Это он должен Решить Каждый Потому что У каждого Свой Дед Мороз И у каждого Свои желания Поэтому Когда Если у вас Начнется Сейчас Новый год Тогда Будет думать Просто вопрос Создает Если вдруг Сейчас Начнется Новый год Что мне У просить Дед Мороз Счастье под елочку Счастье под елочку Отключает Так что Сауми Проси Счастье под елочку Тебе Не проси Материального Счастья Проси Духовного Так Ну что Мы заканчиваем Сегодня нашу Телепередачу Хорихарая Намакришна Ядавая Намаха Хорихарая Намакришна Ядавая Намаха Ядавая Матхавая Кисавая Намаха Ядавая Матхавая Кисавая Клупов Виндарам Симагу Сынага Клупов Виндарам Симага Субтитры Нагир Харик Гопин Смага Намаха Нагир Симага Клупов Симага 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Харе Кришна, Дандаваты всем! ДимаTorzok ДимаTorzok